Здравствуйте! Это программа «Наш Новосибирск. Диалог» и я, Елена Богатырева. Молодежное пространство «Терминал» открывает свои двери. Торжественное открытие состоялось, пора приниматься за работу. В одном из наших предыдущих выпусков мы рассказывали о том, как ребята получили грант на создание своего места в микрорайоне городской аэропорт, сами сделали ремонт и какие проекты уже ждут своего воплощения. «Терминал» стал второй площадкой в этом году. Совсем недавно также открылось эко-пространство «Дача». Почему стали популярны такие открытые площадки и сколько их в Новосибирске, спросим у начальника управления молодежной политики мэрии Новосибирска Евгения Твердохлебова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Спасибо, что пришли. Расскажите, пожалуйста, с самого начала, когда у нас в городе появилось первое такое пространство? Первое пространство, раньше оно, конечно, так и не называлось, не было понятия третье место. Оно появилось в Октябрьском районе. Это арт-пространство на улице Никитина «Респект». Вот как раз с него и стартовала жизнь в городе Новосибирске, вот этого формата. После 2015 года наиболее интенсивно как раз работа по становлению открытых пространств в Новосибирске как раз сформировалась. Здесь мы видим, что часы работы очень удобные. То есть если раньше молодежные центры или доп. образования учреждения работали до 6, до 7 вечера, до 8, то открытые пространства обычно открыты до 22.00. И нет жесткого присмотра за тобой, жестких регламентов. Это очень прельщает нашей молодежи. То есть это открытое пространство в чистом виде и в буквальном смысле, где процессы самоорганизуются, где молодежь проявляет свою инициативу, предлагает свои идеи для реализации в последующем. Чтобы понимать, откуда вообще это название и как его правильно понимать, открытое пространство. Ни клуб по интересам, ни ДК. Об этом чуть-чуть расскажите. Открытое пространство – это в буквальном смысле открытое пространство. Оно подразумевает, что находясь внутри помещения, ты можешь в открытом доступе прийти туда в любое время. Это те места, куда молодежь приходит после школы, после работы, для того, чтобы чувствовать себя комфортно, уютно, поработать, провести какие-то встречи. И это такая определенная отдушина для нашей молодежи, этот формат, который зашел для молодежи Новосибирска. И плюс, очень большой плюс открытых пространств, что они влияют на жизнь вокруг. То есть выстраиваются сообщества, работают с территориальным самоуправлением, с общественниками и облагораживают территорию, во-первых, вокруг пространств. То есть это такой некий симбиоз, некий такой синергетический эффект от того, что мы находимся внутри и снаружи. К нам в открытые пространства приезжают молодежь со всего города. То есть это не зависит от того, где располагается открытое пространство. То есть молодежь у нас мигрирует. Если мы выстреливаем качественным, классным мероприятием, то ожидаем молодежь со всего города. Сколько сейчас в городе таких открытых площадок? На данный момент могу похвастаться, похвалиться. У нас 25 открытых пространств, третьих мест. Они располагаются в каждом районе нашего города. И вот совсем скоро мы ждем открытия 26-го пространства на улице Ереванской. Это пространство-терминал. И в Первомайском районе, я очень рад, что и в отдаленных местах, уголках нашего города открываются такие достойные места, очень привлекательные центры притяжения для молодежи. На улице Красный факел. То есть 27 пространств у нас будет к концу года. Все площадки города работают по принципу того, что услуги предоставляются бесплатно. Все мастер-классы, экспресс-курсы, все формы работы, которые проводят молодежные центры, они абсолютно бесплатны для целевой аудитории. Расскажите все-таки, для кого эти пространства? Есть определенные все-таки возрастные рамки, правильно? Все верно. Касается специфики, понятно, мы действуем, исходя из целевой аудитории, которая представлена в том числе на микрорайоне. Этот социальный портрет постоянного посетителя. Есть семейные пространства. Это пространство как дома на холодильной в Зальцовском районе. То есть там целевая аудитория – это молодые семьи, те, кто занимаются ответственным, осознанным, родительством, специалисты. То есть там посещают молодые семьи. Есть сообщество музыкантов, которые посещают крышу, балкон. Есть хендмейт-мастера, которые посещают пространство, фактура, либо другие иные. То есть это целевая аудитория – молодежь. Федеральным законом определена возрастная категория до 35 лет. Если посмотреть анализ посетителей основных, это молодежь, конечно, от 14 лет. То есть это старшее и среднее звено школьников, это работающая молодежь, это студенческая молодежь. Ну и понятно, где у нас молодые семьи – это ребятишки дошкольного возраста. То есть это тоже наша целевая аудитория. Евгений, а если говорить о перспективах, эти проекты будут дальше развиваться, их будет больше? Или возникнет тенденция к укрупнению существующих мест? Я думаю, что сейчас тенденция как раз такова, что молодежь, видя, как эти пространства работают, то есть мы же работаем и с молодежью в трудной жизненной ситуации, и с ребятами, которые не могут платно посещать какие-то места. То есть бесплатно – это не значит плохо. Мы сейчас чувствуем такую конкурентность, и это большой плюс. Меня всегда очень приличает выражение, когда кто-то рассказывает из знакомых, что посетили классное место, очень крутое, и потом узнает, что это муниципальный центр, это молодежный центр, очень удивляются. И, конечно, это здорово, что мы создаем такие условия комфортные, современные, оснащенные. Сейчас тенденция идет к тому, чтобы эти пространства, третьи места, появлялись в каждом районе города более интенсивно и более часто. То есть это острая необходимость, и она нам нужна. Евгений, ну хотелось бы от вас услышать все-таки какие-то практические советы для ребят, которые думают о том, что в их микрорайоне, в районе необходимо такое пространство. С чего начать? Как организовать это место? С одной стороны, это очень просто, с другой стороны, это очень сложно. Молодой человек приходит в молодежный центр, где он видит перспективу развития открытого пространства. Есть целая методика обучения тому, как с нуля создать открытое пространство. И эта технология отработана, и специалисты молодежных центров всегда с радостью ею делят. Обычно собирается проектная команда, которая накидывает идеи, накидывает возможности. Всегда у нас настраиваем мы молодежь на то, чтобы писать гранты, участвовать в деятельности по привлечению еще и вне бюджетных средств. И вот таким образом, когда складывается копилка ресурсов, мы можем получить новое открытое пространство. Молодежный центр всегда предоставляет необходимое методологическое сопровождение. У нас очень сильные методисты. По вашему опыту, сколько времени занимает весь проект от идеи до открытия? Вот если в идеальном раскладе, минимум это полгода, но в идеальном раскладе, когда все подготовлено, все докручено, до последнего момента, до последнего нюанса, это примерно год. Для того, чтобы команда сформировалась, которая будет осуществлять свою деятельность, разработала концепцию открытого пространства, подняла, какой будет социальный портрет постоянного посетителя, провела социологическое исследование. И, конечно же, немаловажно, это ремонтные работы, которые проходят там. То есть минимум полгода, но оптимально это год, для того, чтобы открытое пространство запустить. Скажите, важно ли до открытия понимать идею этого места? То есть вот у нас есть музыкальные, творческие, культурные, семейные пространства. Это важная приставка? Это важная приставка, вы правы. Мы на самом деле проводим социологические опросы, это опросники в социальных сетях, это опросы тех людей, которые живут на местности, те, кто желает приезжать к нам. И, конечно, исходя из того, из пожеланий, из ожиданий нашей молодежи, мы выстраиваем концепцию мест. Есть многофункциональные открытые пространства, которые работают по абсолютно разным тематикам. Это психологические тренинги, это мастер-классы, арт-фестивали и всё остальное. Есть заточенные под определённую тематику музыкальные пространства, есть пространство для хендмейт-мастеров как раз. Туда, там скапливается молодёжь, которая интересна определённая тематика. То есть мы делаем социологическое исследование, понимаем, что на данный момент интересно молодёжи, либо где мы провисаем, и создаём это место. Конечно, возможно, потом корректировка работы и пространства в целом, но, как показывает практика, важны и многофункциональные пространства, и пространства с такими монозадачами. Спасибо большое, Евгений, что нашли для нас время и пришли ответить на наши вопросы. Спасибо вам, с удовольствием это сделал. А я напоминаю, что сегодня у нас был в гостях начальник управления молодёжной политики мэрии Новосибирска Евгений Твердохлебов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова